Зелёный Шершень Вы что, издеваетесь? В 2010 году на экраны вышел фильм «Пипец», доказавший право на существование такого не вполне обычного жанра, как пародия на фильмы-комиксы. Поэтому появление Зелёного Шершня кажется абсолютно естественным. В принципе, говорить о том, как надоели эти всякие недоношенные Супермены и псевдо-бэтмены, ещё рано. Поскольку фильмов, снятых в данном жанре, пока не так много. Сегодня вечеринка в Касаде-Бритц. Приходи сам, приводи друзей, если это девчонки. Главная новость. Газетный магнат Джеймс Рид найден мёртвым, и теперь его медиа-империю должен возглавить сын. Главный герой фильма по имени Брит Рейд никак не может найти общего языка со своим состоявшимся по жизни отцом. В общем-то, он и не прикладывает никаких усилий для поиска этого самого общего языка. А вместо этого направо и налево тратит папашины деньги, постоянно находясь в пьяном угаре. И главной причиной такого поведения является одно крайне трагическое воспоминание Брита. Однажды, когда Брит был ребёнком, его отец во время проведения очередной воспитательной беседы взял и оторвал башку у любимой игрушки сына. Вот Брит и просыпается каждое утро, находясь в состоянии похмелья и лакая на и чудеснейшем кофе с пенкой. Но однажды происходит трагедия. Отец умирает от укуса пчелы. Тут-то жизнь Брита начинает резко меняться. Помимо того, что он становится свежеиспечённым владельцем крупной газеты, некогда принадлежавшей его отцу, он ещё знакомится с бывшим автомехаником всё того же умершего отца по имени Катто. И выясняется, что этот юный китаец на все руки мастер. И так может, и сяк может. И в тачках разбирается, и боевыми искусствами он совершенствует владельцем. Наглядно убедившись в незавурядных способностях своего нового друга, Брит предлагает ему создать дуэт супергероев. После чего друзья тут же одеваются в нелепые костюмы, садятся в крутую тачку, именуемую чёрной красавицей, и давай разъезжать по ночным улицам Лос-Анджелеса, дабы надрать за преступным убилом. И однажды они наступают на хвост серьёзному человеку со смешной фамилией Чудновский, сыграл которого Кристоф Вальц, знакомый нам по бесславным ублюдкам Тарантино. Чудновский, подмявший по себе весь криминальный мир города, всячески переживает по поводу своего старения и неуважения со стороны преступной молодёжи, которая постоянно высмеивает его фамилию, не одобряет его стиля одежды, ну и так далее. Вот и получается, что пока не снесёт он мозги кому-нибудь, никто и не думает его бояться даже. А тут ещё какие-то супергерои появляются, взрывают его лабораторию, производящую наркоту. Короче, совсем всё плохо. Ого! Это газомёт. И почему оружие только у меня? Потому что ты не умеешь драться. И как он работает? Погнали, брат! Вот чему будем отличаться от других. Мы будем типа плохими парнями, чтобы внедриться в преступное сообщество. Никому и в голову не придёт, что на самом деле мы хорошие. Что касается наших супергероев, то поначалу может показаться, что это отличный дуэт. С одной стороны, Ката, умеющий почти всё, но страдающий от излишней скромности. С другой стороны, Брит, не умеющий ни черта, при этом скромности лишённый напрочь, а также обладающий неадекватным чувством юмора. Чего стоит только одна фраза. В женщинах я больше всего ценю яйца. Чем не идеальные взаимодополнения? Но создатели фильма почему-то решили не ограничивать простым созданием супердуэта и дальнейшей борьбой с преступностью на экране. Знатная часть развития событий Зелёного Шершня вертится вокруг выяснения отношений между главными героями. Ведь это Брита называют Зелёным Шершнем, а Ката является всего-навсего его и безымянным напарником, берущим на себя всю самую сложную работу. Да что там самой сложной? Вообще всю работу. А кроме того, ещё и героиня Кэмерон Диас, сама того не ведая, становится причиной очередного раздора парней. Если честно, рассматривая этот фильм, как-то возникают вопросы. К чему это выяснение отношений? Фильм от этого становится интересней? Вряд ли. Серьёзней? Едва ли. Насыщенней? Для кого-то может быть и да, но по-моему он становится только длиннее. Зачем такому фильму продолжаться целых два часа? Непонятно. Впрочем, драка главных героев, которые их приведут в многочисленные конфликты, выглядит достаточно забавно. А между тем, у главного злодея Чудновски окончательно слежает крыша. Он решает сменить свою фамилию на Кровановски от слова «крой» и постоянно одеваться в красную, посредством чего вызывать страх и ужас у всех. Пожалуй, если бы не блистательное актёрское мастерство Кристофа Вальца, его персонаж казался бы не столько смешным, сколько жалким. Тем не менее, ощущение, что создатели фильма не в полной мере оценили от способности Вальца, всё-таки остаётся. Ты готов умереть? Не смерти. Надо бояться. От того, что пожить не успел. Ну, в общем и целом, фильм оставляет весьма положительные эмоции после просмотра. Иногда так приятно посмотреть в экран, не напрягая свой мозг, а также заранее зная, что враг будет повержен, мир спасён, и да здравствует мужская дружба. Короче, ставлю фильму твёрдый трояк. С плюсом. Можно взглянуть? Ладно, только давай в этот раз без фокуса. Хорошо. Я просто посмотрю, дай мне его на секунду и всё. Всем пока! С вами был Роман Гребнев, специально для ImpulseFilm.ru Субтитры сделал DimaTorzok